Всем привет, друзья! Вы на канале Михайлов Олег Стартап. Меня зовут Михайлов Олег. Находимся мы в Калифорнии, Силиконовая долина. Занимаемся мы бизнесом по ремонту бытовой техники в США и ЧВС-систем. Значит, наша компания, она существует уже чуть больше двух, наверное, чуть больше двух лет. В мае, 1 мая мы праздновали день рождения, вот, два года. Вот, сейчас прошло где-то уже два с половиной года. В нашей компании сейчас работает порядка 25 плюс человек. Казалось бы, да, что это за люди? Что это за люди и почему такое большое количество объемов? Вроде компания не настолько большая, да, но это только кажется. На самом деле у нас работает 8 операторов, 3 офис-менеджера, у нас работает 2 бухгалтера, у нас работает 2 помощника, квалити-менеджер, который контролирует, формирует нам отчеты и контролирует качество обслуживания клиентов. У нас работают айтишники, да, это порядка трех программистов и один системный аналитик. У нас работают просто люди, которые дизайнеры, которые создают нам картинки, да, создают нам всякие промо-акции, визитки, в общем, все-все-все вот такое дело, да, они нам тоже делают. Вот, обложки для ютуб-канала, да, это тоже все делают дизайнеры. Видеомонтаж наших роликов тоже делает человек из нашей команды, вот, это все, все где-то примерно 25 плюс ребят, плюс у нас сейчас 5 техников, и мы еще хотим 5 техников набрать. То есть наша компания растет день за днем, то есть мы сейчас набираем новых ребят, вот, давайте немножко, пока мы едем на заказ, да, у нас сейчас 20 минут до заказа, у нас сегодня будет такой, знаете, не особо full day, потому что сегодня суббота, вот, и у меня сегодня буквально 4 заказика, я сейчас их быстро сделаю вместе с вами. А пока мы едем на заказ, ребята наши техники сегодня отдыхают, работаю только я полдня и Джейсон, вот, мы сегодня с ним вместе работаем. Значит, ребят, хотел бы, что вам сказать, что также нам нужны парт-менеджеры, это ребята, которые будут нам помогать искать парты. Сейчас эту обязанность выполняет офис-менеджеры, вот, но нам хотелось бы немножко, так как мы будем масштабироваться, и в следующем году примерно к лету мы будем упаковывать нашу франшизу. То есть, к лету мы должны упаковать франшизу и начинать ее, может быть, кому-то продавать, партнериться с кем-то, да, то есть мы под ключ создадим продукт, который можем масштабировать. Вот, для этого нам нужно дособрать ребят в нашу команду, да, это парт-менеджеры, нам сейчас очень не хватает парт-менеджеров. Вот, и сделать разные отчеты, да, то есть у нас сейчас создана автоматизация полностью, то есть, да, мы контролируем всех наших клиентов, кому позвонить, кому заказать парт, что сделать там пятое-десятое, то есть за все это отвечают наши CRM-системы. Вот, но нам сейчас важно еще посмотреть показатели, у кого какой там средний чек, да, то сколько поднял телефонных звонков, чтобы вот этим всем можно было управлять, чтобы можно было легко и просто управлять компанией, но не с помощью какой-то интуиции, да, а с помощью реальных цифр. То есть вы видите цифры, да, кто из ваших операторов лучше, кто хуже, да, сколько он принял звонков за месяц, и если у вас будет такая картинка в виде отчетов, да, у вас будет понимание, куда вы двигаетесь, какая вообще картина мира по вашей компании. Это очень важно, друзья, без этого невозможно масштабироваться, невозможно масштабировать какие-то франчайзинговые истории вот эти, да, потому что вы должны все эти цифры держать на контроле. Это очень важно, вот, дальше, что еще хотел бы вам сказать, поэтому нам нужны парт-менеджеры, все ребята, которые с нами работают, они работают в основном на, ну, как сказать, они работают удаленно, вот, это разные совершенно страны, это может быть страна Украина, Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан и так далее, и так далее, и так далее. Много разных стран, много разных ребят сейчас работают в нашем стартапе, вот, из разных точек стран, из разных точек мест, вот, работают ребята. И это здорово, это очень здорово, мы все взаимодействуем через чаты, да, через телеграм-каналы, в общем, через наши CRM-системы, вот, учимся вместе с друг с другом работать. Строим большую, крутую компанию на территории США, вот, поэтому, если у вас есть знакомый, у вас есть человек, который бы тоже хотел присоединиться к нашей команде, это не обязательно техники, может быть, у вас есть какой-то крутой скилл, да, ну, в общем, вы просто чем-то можете нам помочь, так скажем, да, или как-то улучшить нашу компанию, пишите нам, внизу будет ссылочка, куда писать, пока я сам не знаю, что это за ссылка, мы ее к выпуску как раз создадим, вот, пишите вот по этой ссылочке, да, просто ваши какие-то идеи, предложения, вот, и если будет нам это интересно, мы с вами обязательно свяжемся. Все, такая представительная часть немножко закончена, вот, я переставил телефон в другое место, потому что, когда у меня здесь стоял телефон, было не очень удобно, камера как-то стояла под не очень прикольным углом, и вы видели очень мало информации, ну, на ваших экранах, поэтому мы сейчас, я переставил телефон, напишите в комментариях, так, вот, как стоит телефон, лучше ли вам видеть, так скажем, видео смотреть приятнее, ну, нежели как было по-другому, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, вот, ничего, не переживайте, что я чуть-чуть подкашливаю, вот, просто сейчас у нас началась зима, вот, и очень холодно, поэтому, вот, утром зябко очень, приходится одеваться, вот, у меня под вот этой рубашкой еще одна футболка, и сзади куртка, потому что в Калифорнии начинается, как бы, такой зимний сезон, уже температура холодеет, тучи, наверху тучи, я смотрю, солнышко не видно, вот, до клиента осталось 15 минут, ну, что, тогда встретимся у клиента, друзья, погнали, 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 работаем! Ребят, я в Сан-Олеандро, сходил на заказ, я сделал для вас фоточки, давайте я вам покажу. Итак, ребят, вот фоточки, да, значит, это у нас холодильник, значит, в холодильнике не работал вот этот айсмейкер, видите, вот, здесь я вот взял фоточки, да, вот этого контролки, вот, в самом айсмейкере лед, и он не двигается никуда, вот видите, вот там вот лед, вот столько льда он понаделал, этот айсмейкер, но, то есть сейчас он остановился и не работает. Да, что в таком случае нужно делать, когда айсмейкер вот так вот себя ведет и не работает? Один из вариантов, один из вариантов, можно его попробовать разморозить стиммером, да, разморозить стиммером, и, возможно, айсмейкер заработает, потому что там лед, и вот просто вот этот лед, он, ну, как бы, не разморозился вовремя, что-то сбилось там в цикле, да, ну, что-то случилось, в общем, и, в общем, все, айсмейкер не туды, и не сюды, вот, после, так скажем, разморозки, возможно, все будет хорошо работать, а, возможно, и нет, если нет, то нужно уже здесь, ну, на самом деле, мы меняем прям весь айсмейкер вместе с вот этими, как бы, знаете, такими сенсорами по бокам, вот, которые вы сейчас видели на фотографиях, да, вот, и все, и тогда точно все будет хорошо работать и без проблем, вот, все, первый кейс мы закончили, взяли все фотографии, сейчас приложим их к заказу, отправим в офис, чтобы офис сообщил страховой компании, что тут поломалось, да, и, соответственно, страховая примет решение, просто разморозим, или мы придем сюда сразу с партом, с айсмейкером, чтобы сразу вот все это дело починить. Все, первый заказ закончен, поехали дальше с вами. Пришел я на второй заказ, и дверь мне открывает ребенок, ну, не знаю, лет, может быть, 12, как-то так, вот, и первый вопрос, который вы должны задать, ну, надо поздороваться, конечно, здравствуйте, я из Аплантс Репарь Компани, где ваши родители? Позовите, пожалуйста, взрослых. То есть, нельзя заходить в дом, если нет взрослых, да, то есть, помните это, вы должны именно, чтобы был совершеннолетний человек и пригласил вас домой, там, на диагностику. Если же там ребенок говорит, давайте, да, заходите, я вам сейчас вот покажу, покажу, там, тут пятое-десятое, делать этого не нужно, нужно именно дождаться взрослых и получить их approve на то, что вы можете зайти и сделать диагностику. Вот, важный такой момент, поэтому как раз сейчас такое и произошло, более старший ребенок сказал, давайте, заходите, я сейчас вам покажу, но я жду именно взрослых людей, с которым я могу поговорить и обсудить все вопросы. Ждем. Так, ребят, побывал я у клиента, давайте уже не с телефона буду вам показывать фотки, а сейчас они здесь будут у вас появляться на экране. Итак, первая фотография. Перед вашими глазами Furnace Carrier. Carrier – это достаточно дорогой бренд, чтобы вы просто понимали, Carrier – это ну, типа, как Apple в мире телефонов, вот Carrier – это в мире кондиционеров, да, очень такой качественный обогреватель, лидер рынка, можно так их назвать, наверное. Вот, и, значит, что было? Клиент самостоятельно попытался поменять термостат. Термостат – это такое устройство, которое включает-выключает этот Furnace. Давайте посмотрим следующую фотку. Это вот вид подальше. Следующая фотка – это вот так дакты там проведены. Следующая фотка – это вот то отверстие, в которое я залезал, да, чтобы диагностировать Furnace. И клиент самостоятельно пытался поменять этот термостат. Но когда самостоятельный клиент что-то пытается поменять, на термостат приходит 24 вольта. И когда он вот эти провода там меняет, соединяет, он просто делает короткое замыкание. И слава богу, что есть борт, а у борта есть предохранитель. Как раз таки на 3 ампера, что ли, по-моему, да, борт. Вот, ой, не борт, а фьюз, который предохранил перегар самого борта. Вот. И я поменял этот фьюз. Собственно говоря, вот на этом вся работа и закончилась. Вот. Очень много разговаривал с клиентом, консультировал его. То есть клиент был достаточно довольный. Остался довольный нашей работой. Вот. Мы тоже довольны нашей работой. Мы едем дальше на следующий заказ. Вот. Не меняйте, ребята, сами. Если наш канал смотрят клиенты, да. Ребят, не меняйте сами термостаты. Вызывайте специалистов. Вызывайте такие компании, как наша компания First Applants Repair. Мы работаем в Берри, в США, в Силиконовой долине. Мы приедем, вам все сделаем нормально, чтобы ничего не сгорело. Вот такое вам напутствие. Все. Поехали дальше в город Ливермор. Сколько мне ехать? Покажи мне карта. 33 минуты. Погнали. Так, ребята, значит, мы были сейчас на этом какого? На вошере. Видели, я там пылесосил, воду выкачивал. Там было очень много грязи, потому что там две собаки. Вся вот этот вот фильтр забился. Я там все пропылесосил. Помпу менять не пришлось. Вот. Все. Клиент довольный. Заплатил нам денег. Немножко было сложновато перед началом, когда мы работали с клиентом, договориться. То есть, он не мог понять, какая сумма, что, как все устроено. То есть, не мог понимать, не мог понять. Вот. So. В общем, в общем, все. Да, здесь мы закончили. Сейчас едем на другой заказ, где мы вчера были. Мы должны были там, наши ребята должны были забрать борт, но так получилось, что они не доехали. Вот. И поэтому мне придется туда вернуться и забрать борт. Так, еще какая, хотел какую вам еще историю рассказать. Ребят, буквально сейчас мне звонил Тони. Тони – это американец, который раньше жил в Калифорнии, теперь переехал во Флориду. Он нам помогает чинить борты. В предыдущих выпусках, может, вы знаете, у нас был борт сломан на Самсунге, на Киченэйде, холодильнике. Вот. И Тони нам его отремонтировал. То есть, он сейчас позвонил и говорит, Оскар, привет, я отремонтировал этот борт. Ну, надо, короче, заплатить за него, и я вам вышлю его обратно. Я говорю, Тони, без проблем. Вот он. Ну, мы с ним впервые разговариваем, потому что до этого разговаривал с ним только офис. То есть, я с ним впервые, можно сказать, познакомился. И Тони у меня спрашивает, слушай, ну, он меня назвал по имени, Олег, а ты из России? Я говорю, да. Слушай, чувак, как вам, говорит, перебраться? Говорит, потому что я уже не могу, говорит, жить в Америке. Это какая-то жесть, говорит. Вот. Я говорю, да, а что случилось? Он говорит, ты что, не видишь, что случилось? Говорит. Ну, то есть, как... Это все ужасно. Посмотри, как... Ну, как жить вообще? Он, на самом деле, не уточнял, что конкретно... Ну, что конкретно ему не нравится, да? Но он сказал, что в Калифорнии просто невозможно сейчас находиться. И вот он сейчас еле-еле там во Флориде живет и как-то негодует о сегодняшней ситуации. Вот. Ну, как бы, ребят, пишите в комментариях, что думаете. Если кто-то из США, напишите, как вам сейчас, на данный момент, живется в США. Хорошо ли, плохо? Стало хуже? Там, может быть, вы только-только приехали? Какие ощущения? А тот, кто уже давно здесь живет? Может быть, там, 5 лет назад было лучше? Вот. Могу сказать, что, конечно же, цены стали выше. Вы видите, да, что мы за 5 долларов за галлон в Калифорнии. Это очень, конечно, много. Сейчас, я не знаю, будет инфляция. Сейчас все цены поползут вверх. Уже все техники, все технишн-компании, со-сервис колл подняли, там, грубо говоря, 70 долларов, там, до 89, до 90 и выше. То есть, потому что цены, цены, цены растут как на дрожжах. Вот, сейчас ждет нас что-то такое, возможно, не очень стабильное. В общем, посмотрим. Вот. Напишите в комментах, было бы интересно почитать. Всем большое спасибо, друзья, что были в этом выпуске вместе с нами, с нашим каналом, с нашей компанией. Мы с вами увидимся обязательно в следующих видео. С вами был Михаил Фалек, компания First Appliance Repair. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok